Кухня ЖКХ У нас много домов с очень высокой степенью износа. Мы не новая управляющая компания, которая обслуживает новые дома. Дед пошел вон на работу и сидишь куришь с утра до вечера. Я лично ежедневно объезжаю фонд. Конечно, невозможно охватить сразу. Тем более, когда смотришь и проблемы-то не решались вообще десятилетиями. Плюс, конечно, это наружные работы по ремонту. Крыльичек, балконов. Некоторые работы вообще скрытые для человеческого глаза по поверке общих приборов учета, договора со специализированными организациями. Даже расходомер на отопление сломается в приборе учета. Там уже нужно будет 30 тысяч рублей заплатить. Жители об этом не будут знать и думают, что там ничего не сделают. Управляющая компания занимается этими всеми вопросами. При активном сотрудничестве с гражданами будет работа только качественнее и лучше. Я могу вам привести в пример про свой любимый дом Октябрьский 109, где сами вникают и сами понимают, как нужно подавать правильные документы в участие в программах по поддержке местных инициатив. Они дополнительно привлекли за последние два года где-то около 2 миллионов рублей чисто на асфальтирование территории, обустройство детской большой спортивного комплекса. По видеокамерам там решается. Правильная компания здесь выступает посредником. Вот что нужно от нее, мы все сделаем ради бога. Если нужно деньги сейчас потратить, 300-500 тысяч рублей на ремонт дороги, ну дополнительно финансируем, мы готовы это сделать, а вы там нам отдадите потом. Но вот как люди подходят, какая у них культура, общение между собой и бережное отношение к общему имуществу, это, конечно, очень много стоит. Наша конечная цель – привить стандарт жизни человека, когда он заинтересован и является активным участником в благоустройстве той среды, в которой он находится. А вот, кстати, про других участников этого благоустройства – сотрудники управляющих компаний. Многие их даже не видят, но считают, что это вечно уставшие, озлобленные люди, не заинтересованные в том, чтобы хорошо выполнять свою работу. Коллектив управляющей компании, подрядных организаций, подрядные добросовестные люди, некоторые живут на наших домах, некоторые живут не на наших домах, видят, как работают другие управляющие компании, переживают за критическую оценку. Когда вот у меня слесаря там подгорную 6-8 размораживали, работали реально до ночи, без обеда, без всего, потому что они понимают, что если не запустят отопление, люди, там будет холодно, они будут жаловаться. Ну и жильцы домов, если глазами сотрудников коммунальных компаний смотреть, наверное, тоже не сахар. Люди работают без обеда, благодарности часто не получают. Приходим снова с вами к одному. Мысль эту всегда вы проводите, заботиться о своем доме, о городе нужно каждому. Побращаюсь ко всем жителям, активно сотрудничать с управляющей компанией по направлению проведения текущего ремонта, не стесняйтесь спрашивать какие-то финансовые отчеты, а также по сотрудничеству в соседском центре. Я всегда открыт как генеральный директор для общения, прямой телефон 32892, добавочный 3029. И не забывайте заходить в группу «Актив Комфорт» во ВКонтакте, там анонсы отключений воды и мероприятий, например, соседского центра. Это еще одно направление деятельности управляющей компании и образования и досуг.